Тамара Нагибнева, почетный гражданин Хакассии, тренеру Абаканской спортшколы настольного тенниса, присвоено высокое звание. Это государственная награда республики за исключительные заслуги перед ее жителями. Торжественное награждение состоялось в День Республики 3 июля. Тамаре Дмитриевне 79 лет. За годы работы она воспитала победителей призеров первенств СССР, призеров первенств Европы и других международных соревнований. Награждена орденом за заслуги перед Хакассией, медалью «Трудовая доблесть Хакассии». В 1993 году ей присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России», а в мае этого года ведомственной наградой Минспорта России – медалью имени Анатолия Тарасова. Попытки публичной реабилитации нацизма пресечены в Хакассии. Один из осужденных, находившихся в СИЗО, распространял среди заключенных высказывания, направленные на оправдание преступлений представителей нацистского режима, в том числе руководства Германии в период Великой Отечественной войны. Данные факты в мае этого года установили сотрудники регионального ФСБ и УФСИЛ. По собранным им материалам следователи возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Сейчас проводятся оперативно-развыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния. Похитил выручку и скрылся. В Абакане раскрыли разбойные нападения, совершенные еще в феврале прошлого года. В торговом павильоне на улице Мира неизвестный мужчина, угрожая женщине-продавцу ножом, похитил выручку больше 3000 рублей и скрылся. Преступника задержали в этом году и благодаря криминологической экспертизе установили его причастность. Налетчику грозит до 10 лет лишения свободы. 22-летняя жительница Черногорска на популярной торговой площадке в сети интернет решила приобрести каркасный бассейн. Оформила заказ и стала ожидать доставку. Спустя несколько дней она решила проверить статус заказа и обнаружила, что товара нет в наличии. Связавшись с продавцом в мессенджере, она заполнила анкету со своими персональными данными и ввела данные банковской карты. После чего со счета заявительницы было списано более 17 тысяч рублей. Испугавшись, покупательница вновь связалась с продавцом, который отправил ей ссылку якобы для возврата денежных средств. Однако, горожанка прошла по ней и заполнила форму на возврат, но с ее карты злоумышленники списали еще 13 тысяч. Возбуждено уголовное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова